сейчас я вас научу как сделать тиски самому в общем я взял вот такой вот швеллер ну он вообще был большой но я отпилил от него вот такой вот кусочек он у меня вышел по длине вот смотрите 8 сантиметров и по ширине 6 сантиметров и второй такой же кусочек ну длина естественно 8 сантиметров а ширина у него 4 сантиметра ну 4 да нет 4 вышло вот потом я взял ну как у меня был еще один швеллер вот смотрите вот они если так посмотреть они одинаковые вот то есть ну можете верить что это от одного куска я взял еще один такой кусок и распилил его на две части вот видите распилил вот распилил я вот таким вот полотном ну конечно она была побольше намного и его вполне хватило чтобы распилить вот этот кусок этот пуст кусок и еще потом вот этот вот пополам в общем то мне понадобилось только вот этого часть эту часть но ее можно будет использовать на другие подделки то есть можно считать я распилил 1 2 и 3 ну то есть на 3 на распила хватает вообще это полотно она по железу вот и в общем то мне кажется его и хватит немножечко что-то другое распилить вот итак теперь вот у меня вот эти вот уже как они готовы потом я взял и сделал как места чтобы можно было вставлять этим ну как болты разные я рассверлил просверлил отверстие в общем вот их у меня получается два больших три четыре больших и два и также четыре и два маленьких и 1 маленькая 4 маленьких вот значит теперь мне ну в общем то их было сверлить легко но если вы знаете как сверлить в общем давайте теперь я вам покажу как же их делать ну вообще это мне раньше были вот эти вот тиски когда у меня не было вот этих тисков чугунных они вообще чугунные хорошие но у меня когда не было этих тисков они вообще магазинные мне пришлось сделать вот такие вот самодельные вот но сейчас у меня они есть я пользуюсь этими но если вы у вас таких вот тисков нету вы конечно можете сделать вот такие вот тиски вот я вообще делал в то время в общем кольчугу себе ну как не кольчуга вот в общем рубашку мне вот вот смотрите даже чтобы вы верили кусочек остался маленький типа носовой платок только все сопли потом на руке остаются дырявый правда мне нужны были колечки чтобы соединять ну вот например когда их но они вообще очень маленькие вот они видите сколько много не вот какие вот вот смотрите вот вот и их не нужно было потом ну когда знаете откусил кусочек их потом сделал кругленькими и там внутри нужно напильником как обработать чтобы было ровно ну и как бы было плоскогубцами не очень удобно делать там короче мне нужны были тиски но этих тисков у меня не было мне пришлось сделать вот такие вот тиски сейчас я вам покажу как их сделать давайте мы их будем собирать так вот смотрите так где у нас вот смотрите здесь вот закрутил потом беру вот такой вот скажем так пластмассочку чтобы в общем не показалось что она будет нужна вот я беру здесь вот все так теперь беру вот такую вот железочку которая в общем от вот этой вот части так теперь вот все вот это вот все я закрепил вот видите она хорошо закреплена это нужно мне для того чтобы ну в общем закрепить на стол например ну сейчас я вам все это покажу продемонстрирую вы только подождите а так стоп я забыл кое-что самое главное в ту сторону обязательно нужно запомнить то что когда крутишь ну если например хочешь закрутить нужно крутить по часовой а если наоборот то против часовой вот так теперь закручиваем вставляем вот эту вот пластмасс очку теперь вот эту вот железочку вставляем так вот хорошо вот закрутили вот видите как так теперь мы возьмем болтики и их закрутим так берем один вот эти у меня даже один болтик минус а другой вот плюс мне даже двух одинаковых болтиков тогда не было не то что тисков вот закручу так вот все наши тиски готовы теперь да они готовы нам нужно ну вы наверно думаете как они будут работать давайте сейчас я вам продемонстрирую так наш гоголь где он так сейчас надо это все убрать не нужно так положу швейлер для этого чтобы удобно лежал вот я взял вот так вот и так это получается да нет вот так вот нужно закрутить внизу вот так и наверно это две минуты ой я кажется не в ту сторону крутил так ладно ничего страшного так и все она должна держаться так для груза положу швейлер и в общем вот наши тиски они вот видите держатся не падают вот этого часть ее можно использовать как наковальню ну например ой так осторожно нужно быть ну например вот что нибудь взял там молоточком там тэк 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 ну как наковальню ну например как вот на этих тисках видите вот здесь вот наковальня небольшая есть и так же здесь ну например что нибудь взял вот тут вот надо быстро подпилить подпилил а как же вы думаете использовать ну закручивать например зажимать ну например вот штучка какая то вот у меня завалялась ее сейчас прикрутим мы вот берем вот так вот и закручиваем вот видите она закрутилась и теперь можно брать и напильником обрабатывать так у меня немножечко считается что я буду придерживать вот и можно напильником обрабатывать там если проволока откусывать ну там делать разные вещи ну вот видите держит очень хорошо отлично держит теперь давайте я вот сейчас вам откручу все так это уберу вот смотрите какая какие вот у меня тиски получились вот для этого понадобился вот такой вот большой вот болт вот здесь вот он он нужен для закрепления он вообще основной основной потом вот такой вот небольшой болтик тут вот два болтика у меня они плюс и минус и два швеллера ну даже можно так считать полтора швеллера потом вот такая вот досточка вот здесь вот и ну все и помните то что здесь никакой сварки не нужно просто закручивать 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 тем более все это вы можете распилить можете например найти подойти к лавочке которая возле вашего подъезда или возле там какого нибудь чужого подъезда подойти и прям на лавочке распилить вам для этого нужно полотно швеллеры ну швеллеры вы можете спокойно найти потом вам нужно нужно сверло чтобы просверлить ну получается две дырки они в общем то одинаковые ну то есть два разных две разных дырки четыре болтика ну и так сказать полтора вот этих кусочка швеллера в общем ну и вот давайте я сейчас быстро разберу вот вот этот большой болт потом вот вот это вот пластинка для того чтобы закрепить так теперь два болтика маленьких так потом вот это вот пластинка два болтика вот они и вот такой вот швеллер вот конечно теперь я спокойно могу ну если у вас нет вот таких вот хороших тисков вы можете спокойно пользоваться такими самодельными и вам будет приятно ими пользоваться так что давай так что я как Продолжение следует...